Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня, продолжая разбор законов мукцы, законов шаббата, мы займемся двумя аспектами. Мы разберем, снова мы будем предметы, аксессуары всевозможные, которые называются килим. Мы на прошлом уроке разобрали кли шимилахтоли и сур, то есть предмет, который он используется для запрещенного действия, его законы. Сегодня мы разберем кли, называется шимилахтоли и сурвалийтер, то есть предмет, который используется и для запрещенного действия, и для разрешенного действия, и какие его законы. И во второй части урока, точнее, скажем, не второй, а в третьем, может быть, четверти последнего урока, мы займемся законом кли шимилахтоли и тер, то есть, в принципе, предметом, который вся его деятельность разрешенная. И что, какие законы есть у него особые. То есть, свои есть или нету, то есть мы это разберем. Итак, мы начнем с кли шимилахтоли гетер велийсу, то есть, да, для запрета и для разрешенного, и для запрещенного действия. Дело в том, что как мы определяем, для чего предназначен предмет или аксессуар, который используется, это в запрещенном действии, в запрещенном действии, в разрешенном. Мы это определяем по тому, в каких случаях, то есть, что больше, чего больше, какого используется, такого или другого. Например, если больше этот предмет используется для разрешенных действий в шаба, или, допустим, даже половина на половину, то он будет, скажем так, обозначаться в Аллахе и в законе как клищи милахтоли и тер, то есть, в принципе, предмет для разрешенного действия. Так выходят Змаген Аврамы и Шири Мишна Абрура. Но если рофташвишоли и сур, то есть, большая часть использования его для запрещенного действия в шаба, даже если иногда пользуются им для разрешенного, тогда в этом случае это становится обыкновенным клищем милахтоли и сур, предмет для запрещенного действия, и он, естественно, запрещен как мукцы, и его можно использовать только для, по тем определениям, которые мы определяли на прошлом уроке. По мнению Примагадим, в Эшел Абрагам, когда мы сказали, что если большая часть использования предмета, любого, то есть, чуть-чуть больше предмета, статистически больше оно используется для запрещенного действия, оно является клищем милахтоли и сур, предмет для запрещенного действия. Откуда он-то берет? Он приводит доказательства этого из слов Рашба, в его комментариях на Тархат Шаббат. Он говорит по поводу кадыра. Кадыра – это вид кастрюли такой древней, и он говорит, что, в принципе, это кастрюля, а большая часть использования кастрюли для чего? Для того, чтобы варить в ней еду. И иногда ее используют для того, чтобы в ней содержать воду или класть туда фрукты. То есть, так объясняет, таким образом, кастрюля будет являться клищем милахтоли и сур, то есть, предмет для запрещенной деятельности, так как большая часть его использования происходит действительно для запрещенных вещей, и так действительно приводит мишна в ра. Но есть интересный момент. Хакатсхан, бюл-алаха, задается вопрос. Слова о примагодине такие уж простые. Дело в том, что Рашба написал, то есть, из слова Рашба выходит, что, по идее, что кличем милахтоли и сур, то есть, да, это тогда, когда глобально предмет предназначен для запрещенного действия. И только иногда, так написано в Рашба, иногда его используют для разрешенного по поводу этой кадры, этой кастрюли, в которой, в котором обычно готовят, и иногда там держат воду или фрукты. То есть, иногда это не статистически больше, а иногда получается, что предмет, который просто статистически так получилось, что у него двойное предназначение, но статистически выходит, что ему польза больше для запрещенного действия, может быть, он не будет мукци вообще по причине того, что человек... Что такое мукци? Мы сказали, когда человек убирает из своего, скажем так, внимания и своего, то есть, скажем так, сознания, этот предмет, потому что с ним нечего делать в Шабах. Он как бы вот. Но если есть какой-то предмет, что можно использовать и так, и так, даже статистически чуть больше его используют для запрещенного действия, то человек не обязательно вводит его из своего сознания в Шабах, что он не будет им пользоваться. Таким образом, говорит Мишна Абула, скорее всего, может быть, это не является клещем даже если статистически иногда... То есть, получается, что он больше пользуется для запрещенной вещи. То есть, я уберу Лаха Горьхабетсхай, может быть, то, что определяет, что это клещем Лахтоли и Сур, это когда всегда его используют для запрещенного действия, и у него только иногда используют для разрешенного, и тогда человек не держит в своем сознании как предмет, которым собирается пользоваться в Шабах, и он становится, естественно, мукцем. На Аллаху принято, что действительно, в конце концов, ведут по большинству, потому что сам бюро Аллаха осталось, что это царь их виюн, то есть, да, надо разобраться, то есть, у него нет окончательного вывода, у него нет, скажем так, окончательного слова, только вопросы, по этой причине принято, что клещем Лахтоли, то есть, и большая часть использования предмета для запрещенного, хотя у него есть разрешенное действие, является мукцем из разряда клещем Лахтоли. Например, пирочинный нож, возьмите пирочинный нож, пирочинный нож, у которого есть один из лезвий, который достается, это ножницы. Ножницы, это, по идее, запрещенная штука, то есть, да, это мукцы, но из-за того, что большинство его лезвий, это всевозможные ножи, которые можно использовать, ну, там, или, допустим, штопор, и это можно все использовать для разрешенного действия, таким образом, этот пирочинный нож не является мукцем. Почему? По причине того, что большая часть его действий, большая часть вещей, которые, то есть, на нем нацеплены, являются предназначены для разрешенного действия. Резать там колбаску, резать салатик, можно именно резать, всевозможные вещи, которые можно сделать в шаббат, пробовать бутылки, вскрывать с вином, и только есть там ножницы, которым пользоваться нельзя, по этой причине это не становится мукцем. Единственное, что нельзя, это вытаскивать из пирочинного ножа, это лезвие, которое является мукцемическим, мукцемическим, все остальное не запрещено. Окей, давайте сейчас, то есть, вот, когда принцип, в принципе, понятен, я думаю, что давайте мы пройдемся по примерам и разберем их, из этих примеров у нас, в принципе, станет понятно и принцип. Начнем с телефона, или, скажем так, с телефоном, с рульлярой, то есть, да, как, не знаю, по-русски его называют, у нас телефон, телефон, с рульлярой, мобильник, вот, с мобильник. Тут я, кстати, предупрежу сразу, то, что сейчас буду говорить, он меньше относится к смартфонам, то есть, да, смартфонам в айфонам все-таки больше относятся, скажем так, к более старым моделям телефонов, но и так далее, или тем, которые еще до сих пор в некоторых хоридим пользователях, хоридимный мир, они не используют смартфоны и айфоны, поэтому у них это еще может быть релевантно, нам почти это не релевантно, но вдруг, то есть, да, у кого-то есть такие телефоны, и, в принципе, и к смартфону тоже может быть к этому будет отнесется. Окей, мы уже, как мы будем, через Примагодим, Шнамбура и Шмяшево, что мы идем за ровто шмешок, то есть, да, большая часть использования что-то, что это, и действительно, то есть, есть те, которые используют телефон и раньше использовали как часы, то есть, да, в принципе, смотрят на телефоне на часы, со смартфоном это проблематично, потому что у смартфона черный это экран, то есть, чтобы увидеть часы, нужно нажать на кнопку, то есть, да, только тогда можно увидеть часы, по этой причине это запрещено всегда, то есть, да, там ничего, то есть, темный экран, чтобы на него посмотреть, поэтому со смартфоном нечего делать особо. В любом случае, есть телефоны, у которых часы видны здесь, посвечиваются в старые, у Харидима есть какие-то телефоны еще, и в принципе, его можно использовать как часы, чтобы смотреть время, но с другой стороны, естественно, основное его использование это разговоры, WhatsApp, то есть, в WhatsApp нету в тех телефонах, и получается, что, так как большинство использовало для запрещенных действий, он кличный, мрахтолий и сон, то есть, предмет для запрещенных действий. Таким образом, у него запрещено двигать и так далее, кроме, если церковь гуфом, то есть, если нам нужно, его место умешается, или его, его использовать как бы по назначению, например, если использовать его как будильник, если мы используем часы как будильник, то и после того, как он начал звенеть и мешать нам спать, то есть, да, раз бы разбудил, но мы хотим, чтобы он не будил других, или, допустим, мы неправильно поставили, он звенит, а мы хотим спать последием, очень не знаю, то, в принципе, можно его взять и перенести в другое место и положить его там, где он не будет мешать нам спать дальше, пусть и звенит, сколько ему влезет. Почему? Потому что он трещал в эту лесу. Это для церковь гуфу или махума. Вроде так. И так действительно писал Орхот Шаббат как принцип, то есть, вроде бы, с другой стороны, он приводит от мнения Рашла Мазармана Орбаха, что нужно устрожить и не пользоваться телефоном и не трогать его вообще. Почему? Потому что трогать телефон, переносить его и так далее выглядит как будничное действие. И мы об этом учили. И это, он написал, перца, это большой пробой в центральных, скажем так, устоях Шаббата. Поэтому он сказал, что стоит устрожить. Это другое мнение. Здесь как бы среднее мнение, с которого мы начали, это что? Это кличем и в случаях, когда он живет Соро Гуфо Мукумо, то есть, можно это передвинуть. Архот Шаббат привел более крайне запрещающее мнение. Вообще его двигать нельзя. То есть, по причине того, что хотя вроде бы да, можно двигать, но лучше с телефоном не играть. Есть мнение, очень интересно, Равдов Леора. Приведено Равдов Леор, который был Равдов Леор, Большой Толмит Хахам, сейчас нарушил на пенсию, то есть, он сложил в себя все обязательства Равдов Леорда, и он, скажем так, стал частным лицом, занимается изучением Тора при Парпаду, они писали книг, как и далее. Он говорит, что мобильный телефон вообще не является кличем на пульсах. Он не мог вообще по определению. Для кого он не мог для определения, для тех, кто пользуется как часы. Поэтому, он говорит, человек, который пользуется телефоном как часами, то есть, да, в этих смартфонах сказал, не работает, то есть, в старых телефонах часы постоянно были высвечены. Таким образом, он имеет право, говорит, Равдов Леор, использовать этот телефон по назначению как часы, и в этом нет проблемы. Более того, говорит, Равдов Леор, что человек, которого жена должна, например, родить, то есть, да, и он должна родить, и нужно ее будет везти в больницу народа. Он сказал, что человек может в Шаббат положить телефон в карман, включенный, то есть, да, и чтобы, если он ей нужен будет, она сможет ему позвонить, таким образом, дать ему знать, что срочно возвращайся домой, подбывайся, иди, вези меня в больницу. Кстати, этот сакроводов Леора можно использовать и полагаться на него, в крайнем случае, когда есть тяжелобольные люди и так далее, то можно положить на это. В любом случае, выходит из Равдов Леора, то есть, да, что в принципе мобильный телефон является, часами, кроме всего прочих, не смартфоны, снова я повторяю, не смартфоны, а более старые модели, которые используются в современном мире, частично, то есть, сегодня, там тоже есть смартфоны у некоторых уже, только кошерные смартфоны, я говорю про некошерные, то есть, те кошерные, которые более старые телефоны, и дело в том, что Ильхи Токера, то есть, книга из такая, тоже идет в сторону Равдов Леора и говорит, что в принципе мобильный телефон, в нем есть часы, то есть, да, используют часы, и люди используют обычно, то есть, как часы в будние дни, он не является мукцем по определению, и в этом нет запрета. Хотя в конце он пишет, что лучше его не носить по причине того, что с опасностью, что начально позвонишь и так далее, лучше не трогать, пусть лежит, отдыхает и не мешается. Да, по этой причине, то есть, он считает, что если надо будет передвинуть шаббат, то в принципе проблем никакой нет. Это, скажем так, глобально разное мнение. По-настоящему на Галаху, то есть, да, просто мы разобрали разное мнение, на Галаху стоит все-таки устражить. Устражить по причине, особенно с нашими смартфонами, сегодня, в основном, найти телефоны, которые действительно используются как часы, шалом ивер, телефон, мобиль, который используются как часы и все, то есть, потому что на смартфоне нужно нажимать кнопку. Нажимая кнопку, мы уже нарушили шаббат, поэтому в причине это нерелевантно в шаббат используются как часы. Но нужно запоминать, что в принципе есть еще одна проблема. Есть проблема, что может быть смартфоны и айфоны и так далее, они, то есть, они, даже не к лишним рафтой листу, я тоже упоминал, а они являются мукцами хаматхи с ромкисами. Почему-то мукцами, что они мукцами по своей ценности, за своей ценности. Люди сегодня их аккуратно кладут, и они очень-очень, скажем так, напряженно относятся, если кто-то их трогает их телефон, и то, и это не они, и тем более, если берут их телефон, используют не по назначению, а для других вещей. По этой причине это как бы как ценная вещь, которую не используют, не по назначению, и оберегают ее, чтобы она не испортилась. Таким образом, это мукцами, хаматхи с ромкис, то есть, в принципе, мукцами по своей ценности, и тогда вообще переносить и трогать нельзя. С другой стороны, кто хочет облегчить, и когда ему, то есть, телефон, допустим, звенит, в нем будильник, и ты уже не знаешь, куда себя девать, и ты хочешь, чтобы кто-то убрать этот телефон, то понятно, что можно положиться на то, что в конце концов у телефона есть еще несколько функций, кроме как звонить и использовать его напрямую, но также и часы, они тоже в каком-то смысле, будильник, если он лучше можно использовать как часы, и поэтому он клещи милявтоли и су, то есть, да, а не мукцами хаматхи с ромкис, и тогда можно его перенести, засунуть в шкаф, в шифонер, чтобы он там звенел одежде, и меньше звенел в ванну. Можно на него, конечно, подушку положить. То, я думаю, с телефона мы разобрали. Теперь перейдем к вещи, которые вы, наверное, думают, мы, которые мы упомянули уже, но сейчас давайте с ней больше разберемся. Мы упомянули рожба. Рожба говорит, что кастрюли, в которых мы варим, являются клещами мукцы, то есть, да, клещами лахтоли и су, почему? Потому что центральное предназначение кастрюли в ней варить. Кастрюли, сковородки, посудины, в которой готовят что-то. Для этого она есть. Теперь раздается вопрос, стоп, а что, теперь кастрюлю не могу вытащить с холодильника и поставить ее на стол? И что делать? То есть, да, ответ простой. Когда в кастрюле находится еда, то кастрюля аннулируется по отношению к еде, потому что еда более важна. Это называется, когда есть товарищ уитера, товарищ уитера, в запрещенном разрешенном месте, то у нас аннулируется, скажем так, в пользу, одно из вещей, то есть, противоположности, аннулируется в пользу того, что более важно. Так, еда более важна, чем сама кастрюля сейчас, потому что мы в шаббат нам нуждаемся в еде. Таким образом, кастрюля аннулируется по отношению к еде, и таким образом можно эту кастрюлю носить, поставить на стол, чтобы вытащить из нее еду и так далее, и так далее, и нет проблем в шаббатах. Когда будет, когда мы уже еду вытащили из кастрюли, или из, допустим, сковородки, шаровни и так далее, что дальше? Ведь если мы уже вытащили, то уже кастрюля, получается, все, еды там нет, она больше не аннулируется к еде, она такая важная, все, она возвращается в закон эмоции. Тут у нас включаются две галактики. Во-первых, эта кастрюля нам будет на столе мешать, поэтому мы хотим ее убрать, и так она клещем рафтоли и сур, то есть предмет для запрещенного действия, то мы ее можем передвинуть, чтобы она не мешала на столе. То есть, лицо рахмахуму, ради ее места. Второе, она грязная. Грязная кастрюля, стоящая на столе, нам сильно мешает. Мы это будем еще разбирать на других в уроках, и она превращается в статус граф Шелерри, то есть, в принципе, граф Шелерри, то есть, эти законы будем изучать дальше. Это статус, то, что называется, как... посуда наполнена отходами, то есть, испражнениями, и она противна человеку. И таким образом, мудрецы, когда есть граф Шелерри, то есть, посуда наполнена испражнениями, она противна, мудрецы не запретили ее переносить, хотя они мудрцы. То же самое здесь, то есть, на этом принципе. Кастрюля, которая пустая, которая там грязная, уже поставили, она стоящая на столе, вызывает у человека, скажем так, с точки зрения эстетическую, то есть, неприязнь. И мудрецы в этом случае не запретили, и поэтому, так выходит, Мишна Бурак, и поэтому, так объясняется официально тоже. И поэтому, можно ее взять и убрать, перенести, и так далее. Окей, это с кастрюлями. Теперь, допустим, есть люди, которые оставляют еду, которую они приготовили в печке, то есть, да, внутри духовки. Или, допустим, держат там, скажем так, в духовке, в духовке, в духовке. Можно ли эту еду вытащить оттуда, открывать, доставать, это и так далее. Дело в том, что духовка, как таковая, она предназначена и для разрешенных вещей. Допустим, в духовке держат и содержат всевозможные противни и так далее. Но главная задача этой духовки для того, чтобы в нем готовить. Таким образом, это будет клещем или автолиесу, потому что большинство используем для запрещенного действия. Но нам можно будет разрешать открывать дверь этой духовки для того, чтобы вытащить ту еду, которая стоит там. Например, стоит там еда. У меня жена, то, что иногда мы вечером едим, то есть, она готовится до шаббата, она оставляет в выключенной духовке, оно остается теплым, то есть, она потихонечку остывает, но оно еще остается теплым, достаточно теплым, хорошим, чтобы ставить на стол. По этой причине, то есть, вопрос, если доставать, можно достать, потому что это клещем лето, что это не предмет для запрещенного действия, и вытащить оттуда еду, поэтому открыть дверь, это является тельтуре цорах макуму, то есть, это перенос ради места, то есть, не нужно место, нужно открыть, чтобы достать, мне мешается дверь, поэтому я сдвигаю эту дверь, открываю ее, хотя на клещном лето, лето, и вот я с плещу, потом закрываю. Теперь, или наоборот, я хочу поставить внутрь печки, допустим, я жду, не включена печка, когда мы включены вопросы бешу, это мы отдельно учили, я хочу оставить там что-то, то есть, тогда я могу открыть дверь и поставить, потому что я использую печку, допустим, я хочу противник поставить назад, то есть, в печку, то я могу открыть и закрыть по причине того, что это использование клещем летоли и эсу, то есть, предмет для запрещенного действия, ради его разрешенного действия, и это тоже будет разрешено. Теперь еще одно. Допустим, у вас есть связка ключей. И на связке ключей вы забыли ключи от машины. Эти ключи от машины, они используются, тем более, когда у них еще брелок есть, это явный предмет для запрещенного действия. Почему? Потому что машина не запрещена в шаббат, и нечего с этим ключом делать. Он открывает только машину. Он предназначен для машины по этой причине все, что-то, все. Нечего с ним делать. Он появляется в муке. Но он висит на связке, например, с другими ключами. В этих других ключах, это ключи от дверей, от синагоги, от дома, неважно, связка ключей. Они разрешенные, эти ключи. Эти ключи используются для разрешенной деятельности, поэтому у них нет запрета. Но есть ключ, который запрещен на этой же связке. Ключ от машины. В этом случае мы видим, что связку мы видим как одно целое. Когда мы видим эту связку как одно целое, получается, что большая часть связки, она предназначена для разрешенного и важного в шаббат действия. Тогда как меньшинство, этот ключ, который для машины, он является предназначен для запрещенного действия. Таким образом, вся связка не является мукцией. То есть, в принципе, ее можно, эту связку, если вы забыли взять ключ, изначально нужно снимать этот ключ. Но если вы забыли, вы можете взять связку и перенести, нет никакой проблемы с этим. С этим никакой проблемы нет? О, теперь задается вопрос. Стоп. А может быть, лучше взять и снять этот ключ, убрать? Нет. Пусть он там остается до конца шаббат. Объясню почему. По причине того, что когда вы берете связку всю вместе, переносите этот ключ, который является мукцией, с другими ключами, которые мукцией не являются. В этом случае, то, что происходит, это называется тильтульминаца, то есть, да, переношение непрямым способом мукцией. И это менее проблематично, чем вы начнете вытаскивать ключ, который мукцией, связки. И тогда вы точно держите этот ключ. И тогда вы точно его тянете. И тогда вы точно двигаете руками мукцией. И это точно запрещено. Поэтому, как написал Шаббат, и поэтому стоит, скажем так, в этом деле оставить лучше ключ уже на связке и не пытаться его снимать в шаббат, если его там добыли в шаббат. Естественно, лучше всего до шаббата все это снимать. Тфилин. Если иногда вы тфилин забываете, люди забывают тфилин, нужно будет сдвигать так или иначе, он может мешаться. Что с тфилином? Есть очень интересная вещь. Рома в законах мукцией пишет, что тфилин является кличем и лахту лейтех. Это предмет, использование которого разрешено. То есть для разрешенного действия. И тут сразу задают вопрос Таза Маген Авраам на Рома и говорят, как так? Ведь по Галахе, так написано в Шурхана Руки, в законах тфилина, запрещено накладывать тфилин в шаббаты и праздники. Запрещено. А как это может быть? Если его запрещено накладывать, то получается запрещенное действие в шаббат накладывает тфилин. Таким образом, тфилин становится в шаббат и праздник предметом для запрещенного действия. Так как ты говоришь, что он предмет для запрещенного действия? Есть ответы несколько. Есть ответы, которые говорят, по-настоящему тфилин можно накладывать не только ради заповеди. Это в шаббат и в Йомтов нельзя ради заповеди накладывать. Почему, кстати, нельзя в шаббат и праздник накладывать тфилин ради заповеди? Потому что тфилин, это в чем его задача? Тфилин, его задача отдавать святость еврею в будний день. То есть надо вносить святость в день, чтобы день был освящен. В празднике шаббат и так освящены, поэтому не нужен тфилин, чтобы добавлять эту святость. И поэтому в шаббат и в Йомтов не одеваются в тфилин. В любом случае. Почему, да, Рема считает, что тфилин не является запрещенным предметом? Потому что ему можно накладывать не ради заповеди, что имеется в виду, а для того, чтобы его сохранить, чтобы он не испортился. И тогда они не являются предметом для запрещенного действия. Потому что если я сохраняю тфилин, то я не делаю запрещенное действие. Но обычно тфилин действительно накладывают ради исполнения заповеди. И таким образом мы идем по большинству его использования, то есть, да, из разных его действий. Но тут очень интересная вещь. Когда мы говорим, что клишем и лахтоли и сур, когда у него есть два использования, запрещенное и разрешенное, и мы вычисляем, чего больше того или другого, чтобы определить этот предмет для запрещенного действия или для разрешенного. То есть, это будет мукция или это не будет мукция. Как мы определяем? Мы определяем, когда речь идет о двух разных действиях с этим же предметом. Когда же мы говорим об одном и том же действии, изменение будет, это запрещенное действие, разрешенное, только из-за того, оно будет зависеть от изменения статуса, запрещено или разрешено, будет зависеть только от того, что я подразумеваю, когда я это делаю. То есть, да, филин будет запрещен одеваться в шаббат, если я подразумеваю исполнять заповедь шаббат-филин. Это будет запрещено. А если я накладываю филинг для того, чтобы сохранить, то это не будет запрещенное действие, но действие одно и то же. Разница лишь только в чем я подразумеваю дело это действие. Таким образом, в этом случае не срабатывает понятие ровтошмешо, то есть большая часть его использования. А дело в том, что он остается, скажем так, в статусе хотя бы половины на половине, тогда он не является клишем лавтолиесу. То есть так можно объяснить, почему Ромай подсказал. В любом случае, всеми принято на Галаху, что если филин может пострадать, то есть если его не уберутся, не возьмут в шаббат руки, или он может оскверниться по тем или иным способам, то в этом случае можно переносить филин в шаббат. В отличие от всех других предметов, которые являются кличем лавтолиесу, которые, даже если они пострадают и будут нанесены ущерб, их запрещено переносить, как мы это уже общим. Может быть объяснение к тому, что мы полагаемся на Рома. Или из-за святости филин разрешили, то есть для того, чтобы их спасать. Мы должны задаться вопросом. Давайте подумаем. Мы филин всегда оберегаем, филин очень бережно относимся. Мы филин не дадим ни в коем случае его использовать для чего-либо другого. То есть почему он не переходит статус мукцами хматых срунг-писов? Имеется в виду, что мукцы, которые становятся мукцами из-за своей ценности, и тогда вообще нельзя переносить пирогику флора, нельзя. Мукцы. Ответ на это очень интересно приводится в Шмирад Шаббат-Илхата от имени Тосефик Шаббат. Он говорит так, что святые свитки, то есть сифры и кодышки, твои кодышки, они на одну ступень легче, чем любая мукца. Поэтому любая святой текст, который часто используется, является автоматическим, как еда. Таким образом, кстати, и этот факт, он называется как еда. Еда можно переносить, понятно, в Шаббат, как больше. И даже когда мы говорим о книге, о святом тексте, которая не часто используется, то тоже будет облегчен. Таким образом, Тфилин, хотя есть место сказать, что он мукцы, 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 мукцы. И так далее. У него из-за его святости и его использования, у него уровень запрета, то есть переносить Шаббат и так далее, ниже на один. Таким образом, он перестает быть муксом и храматхи срок дис, и как минимум, если он не полностью разрешен, то он кличем лафтоли и сух, то есть, что он можно разрешить ради его предназначения или ради его места переносения. То есть, или когда надо спасать, чтобы он не оспвернился. И это строится еще на том, то есть, добавляет рафтоли обах, из-за того, что можно одеть филин для того, чтобы для его сохранности, то это добавляет ему, что есть у него разрешенные предназначения, поэтому нельзя записать в муксом и храматхи срок дис, потому что никто, скажем так, не видит проблему накладывать филин ради того, чтобы его сохранить. Более того, Курбан Анатолин, допустим, написал, что можно брать филин и с собой для того, чтобы учиться, для того, чтобы учиться и учить с помощью филинов законы филинов всевозможные. И таким образом, это явно разрешенное действие в Шаббат, что снова не делает это муксом и храматхи срок дис, а оставляет лишь, скажем так, в стадии, в определении клещи, милахто, лису. Окей, давайте, то есть, чтобы мы немножко, скажем так, получили разные аспекты, подведем такой практический итог, чтобы было понятно. Филин, в конце концов, на Галаху считается клещи, милахто, лису. То есть, предмет, который его основное занятие, то есть, используется для запрещенных действий в Шаббат. Почему? Потому что запрещено их накладывать в Шаббат и в праздник. Таким образом, только ради его использования, лисуру, гуфу, то есть, ради его использования разрешенного в Шаббат. Например, кто-то, кто хочет найти детей, как сгула, то есть, да, сгула для того, чтобы спастись от опасностей, потому что филин защищает от опасностей, это лисуру, гуфу, или ли цоррых мекумо, то есть, да, когда им нужно место, например, вы забыли тфилин, когда лежат в сумке тфилин и талит один на другом, и вам нужен талиб, и тфилин вам мешает в Шаббат, то можно сдвинуть тфилин для того, чтобы взять талиб, и это будет разрешено. Так написали Таз, Умаген, Абрам. В крайних случаях, когда тфилин может пострадать или быть оскверненным, мудрецы разрешили, в отличие от всех остальных предметов, которые являются ключем на фолице, лису, мудрецы разрешили нам его переносить. Окей, это с тфилином. Сейчас мы поговорим немножечко о передвижении горшков с цветами по дому. Дело в том, что горшки с цветами на улице, если они, тем более, с дырочками переносить нельзя, в любом случае, по причине того, что считается ФОЦР, и мы это уже изучали, поэтому мы в это возвращаться не будем, мы говорим, то есть тогда, когда у нас нет проблем с ФОЦР или наоборот ЗУРЭ, то есть когда мы не переносим над землей, когда у нас есть, нет проблемы переносить его из-за того, что как будто мы его вырываем из места, где он растет. Эти законы мы учили, кто хочет, можно открыть уроки, есть записи на них, которые говорят о Малехе ФОЦР или ЗУРЭ, то есть запрещенный работ, то есть срезать, мы там разбирали и горшки, мы говорим только по поводу мукцы, то есть да, в тех случаях, когда переносить, так и да, можно, теперь у нас вопрос, можно ли переносить. Шар Ци Юн привел при магазине, который, скажем так, немножко сомневается, является ли горшок с цветочком мукца. мукца. Почему? Потому что, в принципе, запрещено нюхать этот горшок, то есть горшочек, то, что в нем растет, цветы, нюхать. И получается, что у горшка с цветком нет особого предназначения, что делать с ним шаббат. В шведах шаббат приводит спор по этому поводу, является ли горшок с цветком шаббат мукца. И там принимается, что на Алаху принимается, приходит к такому выводу, что уж точно запрещено переносить его, если это лицо, лицо рогуфов, лицо рогуфов, если это не ради его прямого использования, разрешенного, естественно, или если нужно место этого горшочка. Кстати, Рафранк приводит напрямую, что декоративные цветочные горшки и так далее, с цветами, в тех случаях, когда нет запретов переносить, является кличным рогуфов, предмет для запрещенного действия, их можно переносить, если нужно, а их для разрешенного действия, что-то разрешенного на стол построить, допустим, чтобы украсить стол, или их место, наоборот, они стоят на столе и мешаются накрыть скатер, то в этом случае можно. В любом случае, есть те, которые, кстати, считают, что это мукцы, абсолютная мукца, по причине того, что, допустим, Шламей, Унатан считает, что это мукцы, почему? Потому что в большинстве случаев горшок цветком вообще переносить нельзя, потому что из-за запрета зуре в куцер, то есть сажать или наоборот срезать, и даже если мы ска, и поем по меню хазуныши, то, что мы учили, когда мы говорили про эти запрещенные действия, что даже плитки мраморные на полу не помогают, и мы будем считать, что прикреплено, если есть дырочка в цветочном горшке, то мы будем считать, что это как будто он питается из земли, несмотря на то, что есть мрамор, все равно, то есть нам это не поможет, по этой причине считается мукц. На Галаху в принципе за то, что мы говорим о запрете мудрецов в конце концов, мы пойдем, скажем так, пойдем по более облегченным мнениям и будем, то есть считаем, что горшок является чем иным, как предметом для запрещенного действия, и поэтому можем его использовать для сорок буфо, мухомо, то есть для его разрешенных действий, допустим, на стол, как мы сказали, поставили, чтобы было красиво, украсить, или наоборот убрать со стола, то есть на сорок мухомо, то есть его место и так далее, и так далее. Окей. Это то, что связано с предметами, у которых есть аспекты разрешенные, запрещенные, и так далее. Сейчас мы поговорим о предметах, которые используются для разрешенных вещей. То есть, они изначально для разрешенных. Клиши милахто, легитерра. Предмет, который используются для разрешенных действий в шабах. Стулья, столы, кровать, подушки, термос, например, не знаю, часы, веник и так далее, и так далее, и так далее. И у нас есть очень интересная вещь. Я скажу сначала головку, а потом разберемся, на чем оно стоит. Даже эти предметы, несмотря на то, что все действия, которые для чего они используются, разрешенные, их можно брать, переносить, использовать, но их нельзя все равно носить просто так. Просто так, не имея какой-то надобности в них, трогать их нельзя и переносить просто так. Нельзя. На чем это стоит? Напомню, что когда мы учили по поводу того, что он их имя, когда вернусь в Вавилон и так далее, когда он видел вместе со старейшинами, что народ Израиля, скажем так, плохо соблюдает шабах, то, что он объясняет, то они запретили использовать и поднимать любые предметы, то есть трогать, переносить любые предметы, кроме трех. Мы это уже учили. И объявили их мукцер. То есть нельзя передвигать, нельзя их трогать и так далее. После того, как народ вернулся и начал по человечке соблюдать шабах, то в трех этапном, то есть, скажем так, три этапа облегчения, то есть вы знаете, как сегодня с короной, то есть выход, есть облегчение поэтапное. И тут то же самое было, три этапа облегчения. В конце концов, разрешили переносить разрешенные предметы, которые используют для разрешенного дела. И там Рава объяснил, то есть, что разрешили, когда разрешали, то постановили так, что клиши милахтоли и сур, то есть предмет, который используют для запрещенного действия, его можно переносить только ради его, то есть его самого, когда используют для разрешенного действия, или когда нужно его место. А разрешенные предметы разрешили, то есть даже для того, чтобы их сохранить, то есть перенести с солнца в тень. Таким образом получается, то есть, да, что весь разрешение переносить предметы, которые используют для разрешенных действий, оно было не абсолютное. Оно было только, когда есть какая-то надобность в этом предмете, или мы хотим его сохранить, чтобы оно не было, ему не было нанесено никакого ущерба. И таким образом, по мнению многих халхиевцев, то есть мудрецов первых поколений, Хрешуни, среди них Ран, Магедмишны, как он учит из Рамбама, Рожбай, то есть читает Рожба, читает, что даже предметы, которые абсолютно разрешены в применении, стулья, столы, не знаю, там, подушки и так далее, и так далее, и так далее, мы имеем право переносить то, когда они нам нужны. То есть мы не имеем права просто так их брать и переносить, когда нам вообще никакой нужды в этом нету, их использование. То есть, да, им тоже, то есть мы просто так их не переносим. И так на Галаху стоим Шурханру, несмотря на то, что были мнения, которые читали, муравья и ритва, что разрешение было тотальное. То есть, да, есть вещи, которые предметы предназначены для разрешенных действий, они полностью разрешены. Хочешь насти их так, хочешь насти их так, хочешь насти их так, передвигай так или иначе, нет в этом больше никакого-то запрета. Но мудрецы последних поколений, охрунив, в конце концов, устражили, как мнение запрещающих, как Шурханру. По этой причине просто так мы не дергаем даже предметы, которые у нас нет никакого запрета. С ними запрещено ничего не заделать. Стулья, столи и так далее. Мы не сдвигаем это, когда нам нету надобности в этом. Напоследок, единственное, что я хочу затронуть, это вопрос некоторых предметов, разрешенных, которые используются. Допустим, еда, книги, украшения, одежда. Что с ними? Дело в том, что еда и книги, то есть, да, книги, свитки, еда никогда не попадали под запрет мудрецов. То есть, даже на химьян никогда их не запрещал вообще ни в каком виде. Таким образом, из-за того, что никогда не попадали под никакой запрет, то они являются полностью разрешенными. То есть, да, на них вообще никакого, даже минимального запрета нет. Поэтому их можно переносить, трогать, двигать и так далее, даже если никакой нету на них надобность. Это относится к книгам, это относится к еде. По поводу одежды и украшений. Менуха Тава пишет, что одежда тоже является клещем предметом для разрешенного действия. И поэтому оно было да, тоже когда-то в запрете на химья, то есть, то, что на химья запретил. И поэтому сегодня, по мнению запрещающих, то, что у нас принято на голову, да, одежду нельзя просто так переносить, когда она тебе не нужна, то есть, тебе нет никакой нужды переносить, то есть, тебе не нужно ее одеть, или ты не хочешь ее убрать, чтобы она не пострадала. Просто так перенести, это тоже нельзя. Хотя, Кцота Шурхан говорит, что ничего подобного. Не украшения и одежда тоже никогда не были в запрете. Никогда-никогда. Поэтому, раз они никогда не были в запрете, нет никакой проблемы их переносить даже когда-нибудь надо. Нет, просто так их носить, не знаю. И так было установлено Аллахат, по этому мнению по поводу одежды и украшений, так установил Илкут Юсеф. Теперь попробуем поговорить по поводу посуды. По поводу посуды. Есть очень интересный спор по поводу посуды. Вилки, ножки, ножи, ложки, тарелки и так далее. Которые постоянно используют для еды. Рамбам считает, так приводит Шла, кстати, Бенешхай, что в Мишне сказано, что, мы учили эту Мишну, в Мишне сказано, что только три предмета разрешили использовать, когда Нахимья полностью запретил все предметы, то есть всевозможные приборы, то всего лишь три прибора разрешил Нахимья для использования из-за того, что не нужны были для еды. Это одно такое инструмент для разрезания высушенных фиников, также ложку для того, чтобы убирать грязь из кастрюли и маленький нож для того, чтобы резать им хлеб или мясо. Говорит, выходит, с Рамбамой Шла, что любые другие предметы, любые другие инструменты, любые другие какие-то вещи были запрещены тотально, то есть это именно поименно три вещи разрешены. И так как они были в запрете, то когда они вышли из запрета, у них закон клича мира в то ли это, то есть предмет лежал на действие, поэтому их просто так, без надобности вообще никакой, и когда им не угрожает ни опасность, ни опасение, то, что у нее испортится или кто-то украдет или что-то с ними станет, то их тоже нельзя переносить просто так. Так выходит. С другой стороны, тосфо троши, шерте ге-борьи, а с ними тигля-ли-таги. Считает, что то, что Мишна упомянула три предмета, три аксессуара, то есть три инструмента, это лавдавка, то есть не обязательно именно три этих. Это три представителя того, то есть как бы это примеры тех предметов, которые использовали непосредственно для того, чтобы постоянно, чтобы с ними кушать. Из-за того, что использовали, чтобы с ними есть, то они не были запрещены никогда. Таким образом, любой предмет, который является предметом, использован прямо для еды всегда, ложки, вилки, ножи, кастрюли, тарелки, стаканы и так далее, разрешены для передвижения, они являются мукциям вообще никакой пастаси и вообще не запрещены никак, можно их передвигать даже, чтобы не нужно совершенно, даже если никакой надобности передвижения не надо, можно взять нож и крести вот так вот, играться с ним, хотя, допустим, по мнению Рамбом нельзя просто играться с ножом. Играться с ножом это не нужда, то есть, да, какая-либо, поэтому будет запрещено, с точки зрения тос, футро, что и так далее, можно. Мишнабу Ра установила Аллаху как облегчающие мнения. Итак, Рау Вадия Сеф, кстати, Рау Вадия Сеф в языку строжил, Рау Вадия написал, допустим, человек, который злой, то есть, да, или у него нервный, ему нельзя, скажем, знаете, крутить вилку или нож или что-нибудь, ложку, знаете, как люди, когда они нервничают, надо ручку крутить, то в шабах ручку крутить нельзя, так нож, там, вся затравка крутят или нож, или вилки и так далее, то есть, чтобы он это не крутил по причине того, что это использование пустое, которого нет, и это запрещено делать, потому что мы не разрешаем пустое использовать для вещей. Хотя есть, которые облегчили, Аруха Шубхана написала, что Мишнабу написали, мутарли, тальтель, кашерни, гене, мецематильтур, то есть, да, что можно переносить, даже если получаешь, человек получает довольствие от самого, переношение, то есть, трогание, то есть, если он играется с этим, то получение удовольствия, и тоскут блеки, афрошимуш, мамаш, мамаши, то есть, да, в принципе, Бог, то есть, да, в принципе, играться с, то есть, человек, который, человек, который играется с этим предметом, то есть, посудой, с вилкой, ножом и так далее, то можно это делать, и выходит за Руху Шубхана. На Галаху, из-за того, что вообще закон мудрецов, то мы устанавливаем, как облегчающее мнение, то есть, да, что, в принципе, посуда, прямая посуда, которая используется непосредственно для еды всегда, она не будет никогда запрещена, ни в каком, то есть, движении, при прикосновении и так далее, хотя, если возможно это, если человеку это не сильно мешает, то есть, у него нет проблем с этим, то лучше все, конечно же, устрожать, как устрожающее мнение, и не играться просто так с посудой, а использовать ее или по назначению, или для того, чтобы, скажем так, если убрать ее, перенести, то есть, или для ее, для того, чтобы ее использовать, или для того, чтобы ее, скажем так, спасти от какого-либо ущерба. На этом мы сегодня закончим, на следующем уроке мы с Божьей помощью займемся мукци ББНа Шмашо, то есть, мукци, который запрет произошел посреди, то есть, в начале шабата, потом запрет ушел, и по идее, как бы уже запрещенного ничего нету в этом предмете, что с ним, а также мы поговорим про битуль Клими и Хино, то есть, когда мы посреди шабата берем предмет, который был разрешенный, и превращаем его в запрещенный, то есть, что с этим. Такие, скажем, полушабатные мукцы, и это мы разберем с Божьей помощью на следующем уроке. На данный момент урок закончен, кто слушает записи, всего вам хорошего, до новых встреч!